Братья и сестры, уважаемые гости и друзья, я скажу вам, о чем я вчера молился. Я вчера просто встал на колени и мне пришла такая молитва. Я сказал, Господи, я благодарю Тебя за все, что я слышу, за все, что я вижу, за все, что я переживаю в Тебе, Господи. Действительно, вы видите, что уже даже сейчас уже можно заканчивать служение, но как нескончаема Божья милость и благодать, слава Иисусу Христу. Богдан в самом начале сказал, что как мы можем исполнить волю Божию, и он сказал, что надо радоваться. И я знаю, что христиане радуются, когда говорят им, что надо радоваться. Они начинают тут же улыбаться. Поэтому, пожалуйста, улыбайтесь до конца собрания, чтобы волю Божию исполнить. Но потом он сказал, что еще надо непрестанно молиться. Это тоже непросто и за все благодарить. И он сказал, у меня одно есть. А кто-то сказал, есть и троих вообще нет. Что делать? Ни первого, ни второго, ни третьего. Есть над чем работать и есть над чем думать, правда? Но Библия нас призывает к чему-то, и мы можем учиться у Его святых ног. У нас сегодня впереди причастие. Это, как я говорю для себя, это как семейный праздник. И я хотел бы знать, как живет сегодня семья, отдельная семья и вся большая семья, которую мы имеем от Бога и пред Богом. И поэтому, чтобы узнать это, надо посмотреть в зеркало, надо посмотреть в Библию. И тема моей проповеди сегодня будет, это построение взаимоотношений. Построение взаимоотношений. Вы согласны с тем, что отношения наши друг с другом в семье и в церкви должны быть здоровыми, благословенными, не так ли, братья и сестры? Так вот, в Библии есть советы и рекомендации на все случаи жизни, в том числе, как мы можем или как мы должны эти взаимоотношения строить. Не так недавно вы слышали в нашей церкви вот такое выражение. Миром правят не политики, помните? Не деньги, но взаимоотношения. Кто-то вспоминает что-то. И еще, что без правильных здоровых взаимоотношений человек счастлив никогда не будет. И, конечно, благо тому, кто имеет нормальные взаимоотношения дома. Родители, дети, муж, жена. Может быть, ему это малоинтересно. Но я думаю, на будущее все же пригодится. Но хуже, когда этих взаимоотношений нет. Когда идешь домой, как на убой. Когда не то, что просто что-то делать, а даже жить не хочется. Потому что жизнь не в радость. Поэтому построение взаимоотношений – это тема, которая актуальна, можно сказать, и сегодня. Вообще, если отношения неправильные с Богом, с людьми, мы лишаем себя многих благословений. Мы лишаем себя очень много. Библия об этом говорит так. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Где там, где братья живут вместе. Не просто собираются вместе, а живут вместе. Там благословение и жизнь навеки. Слава Богу! Вы знаете, что, вот, например, наши студенты, они уже скоро уезжают. Ну, и они должны так поменяться, чтобы уже быть как ангелы. Но по мере того, что их учеба приближается к концу, напряжение растет. Ну, и, как сказать, непросто не проявить себя в своем характере. Но если как-то месяц-два еще можно было терпеть, как-то чуть-чуть там, ну, может быть, даже притворяться, то сейчас, когда накал страстей увеличивается, испытание характера усиливается. Но у Бога есть цель просто каждого из вас, в том числе и нас, поменять. Поэтому не переживайте. Бог в помощь каждому из вас. Вообще взаимоотношения, которые окрыляют, они основаны на любви. Вы хотите просто иметь эти крылья? Хотите? Я знаю, что вы это хотите. Иметь эти крылья непросто, но Бог желает эти крылья каждому из вас дать. Поэтому работа и учеба наша продолжается. Где согласие, там победа. Где согласие, там победа. Там благословение и жизнь навеки. Там присутствуют крылья. Там человек летает по жизни. Там человек работу все выполняет, как с песней. Как мы можем эти отношения иметь? Или что необходимо, чтобы наши отношения были здоровыми и благословенными? Все, что мы будем читать, это Римлянам 15 глава. Вы можете открыть вместе со мной. Я буду читать с первого стиха следующее Слово Божье. Здесь в самом начале написано так. Мы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Здесь в этом зале есть сильные. Есть несколько человек. Мы сильные, должны сносить не они, а бессильные. Есть бессильные? Тоже что-то не так много я увидел. В основном люди нейтральные, поэтому таковому человеку трудно помочь. А может быть, просто вы стеснительны, чтобы просто руку поднимать. Но тем не менее, я хочу, чтобы вы поняли, что сегодня Бог желает сказать нам. Я хочу сказать вам следующее, гостям и не только гостям, что в каждой церкви есть слабые люди и есть сильные. Аминь. И Библия говорит, вы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Постолько есть одни и другие, то мы непременно нуждаемся друг в друге. Сильные люди в церкви для той цели, чтобы помочь остальным правильно строить взаимоотношения друг с другом. Проблема есть в том, что многие, кто считает себя сильным, они бессильны сносить немощи слабых. Кто считает себя сильным, они не в состоянии сносить немощи бессильных. Вот почему Бог желает нас чему-то научить. Поэтому первое, что мы должны делать, чтобы правильно строить взаимоотношения, должны сносить что? Немощи бессильных. Должны сносить немощи бессильных. Сильный человек – это не тот человек, который многое может сделать, но сильный – это тот человек, который многое может перенести. Многое может перенести. Немощи, запомните, это не слабости. Или другими словами, наоборот, это слабости, но не грехи. Это слабости, но не грехи. Например, кто-то медлительный, а кто-то быстрый. И оба выглядят не так, как выглядишь ты. И первого и второго надо снести. Вообще есть люди слабые или немощные, не только духовные или физические, даже немощные в вере. Написано так в предыдущей главе. Немощные в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощные есть только что? Овощи. Кто ест, не уничижай, то кто не ест. А кто ест, не уничижай, то кто не ест. Потому что Бог принял его. И дальше. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред Богом Господом стоит он или падает? И будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Слава Богу, что Бог может восстановить человека, любого человека. И написано, кто ты, осуждающий чужого раба? Чтобы сносить этих слабых или немощных, надо много терпения. Вот почему в церкви есть сильные люди, способные этих людей что? Переносить. Если кто-то, если кто-то из вас считает себя сильнее остальных, эта сила, она должна как-то проявляться. И она непременно будет содействовать исцелению взаимоотношений. Сносить. Что это значит практически? Что должны делать сильные люди? Это вмещать, это терпеть и это нести. Именно слабые люди, они служат испытанием нашей силы. Если вы хотите проверить вашу силу в христианстве, ради этого посланы слабые люди, чтобы вам увидеть себя, свое истинное состояние пред Богом. Итак, сильные должны вмещать, терпеть и нести. Вы знаете, что здесь нету такого человека в зале, который не пытался бы кого-то терпеть. Но проблема в том, что терпение иногда заканчивается. И люди даже так говорят, терпел, терпел, но сколько можно? Ну и, короче говоря, потом начинают страдать взаимоотношения. Но Библия говорит, сносить – это терпеть. А сколько терпеть? Сколько необходимо? Сколько, чтобы не было мало? Сносить – это вмещать. Чье-то понимание, чье-то действие, которое не согласовывается с твоим пониманием или действием. И это очень серьезно. Здесь не идет речь о грехах. А здесь идет речь о определенных действиях и слабостях человека. Смотрите, как есть в Библии написано. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали користи. Это служение апостола Павла. Трудно-то это даже понять. Ну как это так? Прожить жизнь? Никого не обидеть. Служить скольким людям и никому не повредить. Никому не послужить соблазном. И никакой корысти не искать. Это сложно. Но поймите, у нас получилось. И вы можете так жить, когда вы будете способны сносить немощи, что? Бессильных. Нести это буквально, как нес крест Иисус Христос. Брать на плечи и нести. Кого надо нести? Слабых. Нам надо тут же им, нам хочется им помочь. Нам надо, хочется их исправить. Но у нас мало это получается, потому что слабому надо снизойти. Все, что вы делаете свысока, никогда не работает эффективно. Но если вы способны снизойти, вы готовы, тогда человеку протянуть руку и ему оказать помощь. Еще один стих, 1 Фессалликийцов 5.14, написано. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте молодущих, поддерживайте кого? Слабых. Будьте долготерпеливы ко всем. Долготерпение и поддержка. Поддерживать надо слабых, а потом еще и терпеть. К этому побуждает всех нас пример Иисуса Христа. Люди, которые не способны сносить недостатки других, они практически не в состоянии другим помочь. Они не в состоянии это сделать без любви. И невозможно требовать от человека то, что он не в состоянии сделать. Если он немощен, то он не может. И если вы мерите все по себе и считаете, что все вы должны быть такие, как он, то это неправильный подход к построению взаимоотношений. Нельзя потребовать того, что человек не может. Но чтобы помогать людям, надо относиться к ним снисходительно. И главное не то, что ты делаешь для ближнего, но главное то, сколько любви ты в это все вкладываешь. Я не знаю, например, как строится ваша семейная жизнь, но кто-то из вас в семье обязательно лучше, муж или жена, хотя бы в своих собственных глазах. И вы думаете, что вот если бы его или ее чуть-чуть поменять, ситуация полностью в доме вашем исцелилась. И Бог открывает нам волю Божью, как вы можете это сделать и многим людям помочь. Вот если ты чувствуешь себя сильнее, то вот твоя миссия, вот твое призвание. Ты должен вмещать свою жену или мужа, а потом еще и нести. И многие из несущих уже так устали, что думают, не знаем, на каком этапе все это бросить. Несу-несу, а не знаю, вынесу или нет. Но Библия говорит, что нести надо не какой-то день или год, но коль уже вы связали себя узами любви, то, пожалуйста, будьте добры, вы сильные, должны, обязаны. И не знаешь уже, что лучше, или быть сильным или слабым. Многим хочется быть слабым, чтобы их несли, несли и несли. Но слава Богу, что Бог желает нас делать сильными. Аллилуйя! Поэтому в Божьей воле или в Божьем Слове есть решение для всех сложных моментов нашей семейной жизни. Как вы можете все это решать? Написано, и так во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом закон и пророки. Вы знаете то, чтобы, например, исцелить какие-то взаимоотношения, то лучше выслушать одного и второго человека, а лучше еще написать, какие претензии у тебя к мужу или к жене. И когда весь перечень будет написан, то очень просто исцелить и быстро отношения одним моментом. Перечитать все претензии, например, к жене или к мужу, и сказать тому, кто претензии предъявил, иди и поступай так. Хочешь это иметь? И так как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом закон, что хочешь, будет, но ты делай. Хочешь, так поступай, как ты хочешь, чтобы к тебе относились, так относись к другим. И вся твоя ситуация изменится. Слава Иисусу! И так вы готовы сносить? Вы несете или вы бросили? Вы устали от того, что вы несете? Или вы готовы это выполнять миссию до конца, благодаря тому, что вы сильны? Конечно, мы сочувствуем слабым людям. Вам трудно держаться на чьих-то плечах. Вы тоже по-своему устали, но если вы попали в надежные руки и вас несут, то благодарите Бога за то, что вас несут. И так вместе до возвышенных целей во имя Иисуса. Следующее, что мы должны делать, и не себе угождать. И не себе угождать. Вот это очень непросто. Во-первых, если вы угождаете себе, вы ничего полезного для Бога и окружающих не делаете. Вы готовы сказать аминь? Еще почему надо не себе угождать? Потому что угождать себе и Христу невозможно. Или Христу, или себе. Я уже не говорю об остальных. И не себе угождать. Не так, как я хочу, но так, как хочет Он. Как ей это нравится. Потому что, в конце концов, я не себе угождаю. Вообще-то, сильные, послушайте, богатые люди, они концентрируются на себе. Но не обращайте внимания на ваши достоинства, ваши успехи. И, пожалуйста, не уничижайте и не осуждайте, что других. Крылов писал, «Усильно всегда бессильный виноват». Вы можете порассуждать над этим. «Усильно всегда бессильный виноват». Какая там, может быть, речь не себе угождать или нести его. Он виновен и крест. Все. Бедный, потому что лентяй, ну и так дальше, и так дальше. Я не оправдываю лень, но я говорю, что мы не имеем права осуждать других. В Библии написано, «Кто желает следовать за Мною», Христос говорил, «Тот бери крест свой и делай это, или следуй за Мною». И это наше решение. Взять крест – это мое решение, не угождать себе. И крест – это то место, где мы можем умереть для себя и таким образом исполнить волю Божию. Если человек считает себя духовным или сильным, это ближе к гордыне. Но один человек так сказал, по-моему, лютер, что если ты духовный и чист, то почему до сих пор тебя не продают в аптеках, как благоухающий бальзам? То есть, если ты считаешь себя таким уже духовным и чистым, то он говорит, «Я удивляюсь, почему же ты до сих пор здесь?» У тебя должны быть совершенно другие измерения и высоты. А как мы должны поступать? Каждый из нас должен угождать ближним во благо к назиданию. То есть, во-первых, не себе, а потом, кому я должен угождать? Ближнему. Вы скажете, а как же я? А как же я? А я люблю, а я хочу, а я хочу это. А Библия говорит, и не себе угождать. А ближнему тоже непросто угодить. Если хочешь ближнему угождать, то надо, чтобы было все во благо, да еще и назидание. Иногда вы это делаете, чтобы ближний отстал, отцепился. За благо какие-то речи нет, а тут надо так угождать, чтобы назидание человек получил, да еще и во благо ему было. А ему будет благо, то и тебе что-то перепадет, и тебе неплохо будет. Вот рецепт построения правильных взаимоотношений. Еще раз, каждый из нас, не исключается здесь никто, кто первый раз пришел в эту церковь, каждый из нас, сидящих в этом зале, должен угождать ближнему во благо к назиданию. О, какая это миссия! Как это не просто нести благословение, назидание для других, но в этом призвание христианина. Кто-то тебе помог, и ты должен прийти на помощь другим во имя Иисуса. Причем, люди будут тянуться к тем людям, которые выполняют эту миссию с любовью. То есть, вы не сможете, пожалуйста, вы не сможете ни нести, ни угождать, если в вашем сердце отсутствует любовь. Следующий момент, последний, как правильно строить взаимоотношения. Принимайте. Это, я давайте прочитаю все стихи. Каждый из нас должен угождать ближнего благо к назиданию. Дальше. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. Он взял на себя. И все, что написано, было прежде написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Как мы можем надежду сохранять? Терпением и утешением. Бог же терпение, это кто дает терпение и утешение, да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа. И дальше. Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. И последний стих. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Итак, первое, мы должны сносить. Второе, мы должны не себе угождать. И третье, мы должны принимать. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Именно так принимайте. И я хочу вам сказать, что легче сносить, легче угождать, нежели принимать. И есть немало тех, которые что-то переносят, кому-то угождают, но они никак не могут принять этого человека таким, каким он есть. Так почему-то хочется всех переделать, всех перестроить, чтобы было по-нашему, чтобы было так, как я хочу. Начинаются какие-то проблемы в семейной жизни, особенно когда люди познакомились, и они движутся к бракосочетанию. Они увидели уже недостатки друг друга. Но они совершенно об этом не переживают. Жена и муж, они мыслят так, я чуть-чуть ее переделаю, и он будет как ангел. А жизнь моя будет благословенна. Я хочу вас разочаровать, у вас просто не получится. Во многих уже не получилось. Они переделывали, они перестраивали, они меняли, но ничего не получилось. Почему? Потому что Библия говорит, принимайте, как Христос принял вас. Если бы Иисус Христос, то Он всех нас перестраивал под Себя, причем в кратчайшие сроки. Нас бы совсем мало осталось в Его присутствии. Но Он сначала принял нас такие, как мы есть, а потом начал через любовь и благодать трудиться над нами, чтобы нас изменить. Вообще наши слабости или наши отличия это наши слабости. Или слабости остальных. И вот это, можно сказать, не минус, но это призвание держаться поближе друг друга. Если слабый, держится сильно, то есть надежда, что Он выживет. Если кто-то тонет и рядом кто-то подставил плечо или подал руку сильный пловец, то я думаю, нет смысла бросать этого плывущего. Не так ли? Только из-за того, что я не умею плавать или слабо плаваю, не стоит его бросать на полпути. Вот почему мы жизненно необходимы друг другу. Аминь. Библия говорит, принимайте. Принимайте. Но обычно, когда об этом медвежи люди говорят, да, тебе легко говорить. Вот попробовал бы ты пожить с моей женой. Невозможно. Не вынести, не перенести. Вот ты попробовал бы. В результате, вы знаете, как вот, например, в России 8, семей из 10 разводятся. Они не хотят ни умещать, ни переносить, ни принимать, как результат разрушения взаимоотношений, разрушения семьи. Еще те 2%, они не всегда, даже если они не разводятся, извиняюсь, они не всегда счастливы только потому, что они не способны сносить, не способны угождать ближнему и не способны принимать ближнего такого, как он есть. В результате, ну, немного радости, но это мир. А здесь дети Божьи, которые научены самим Богом правильно строить что? взаимоотношения. И я хочу вам сказать в утешение, что приблизительно 9 из 10 ссор это по мелочам. Это вещи, из-за которых нет смысла и причины ссориться. А еще хуже, если они разрывают взаимоотношения и все это происходит из-за какой-то чепухи. Я не думаю, что нам надо размениваться по мелочам. Не так ли, уважаемые дети Божьи? Мы должны строить сильные взаимоотношения. Без этого, без этого никакая церковь не выживет. Христос, когда явится, взять свою церковь от земли, то Он будет иметь дело с теми, кто имеет здоровые взаимоотношения. Потому что брак Христа и Антса, он будет основан на любви. Поэтому, как вы, вот послушайте, посему, принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Куда нас принял Христос? В славу Божию. Не потому, что мы этого заслужили, не потому, что мы этого достойны, но однажды мы признали свое несовершенство. Однажды мы пришли к Богу с покаянием, и Бог простил нас, принял нас и работает над нами, чтобы нас менять. Слава Богу за эту милость. Скажите, пожалуйста, Бог нас терпит сегодня? Он переносит нас? Он нас принимает? Вообще, Он нас сносит? если вы верите, что это да, то какое ты имеешь право или основание говорить, я больше не могу, я это не вынесу, это, говорит, твоя гордыня, потому, что Бог сверстил испытаний никому не посылает. Поэтому все, что ты встречаешь в своей жизни, это ко благу твоему, это, чтобы ты стал другим человеком, это то, чтобы ты стал другим. Вообще, вы знаете, что дает мне силу правильно строить взаимоотношения? Это то, что я знаю, что Бог меня простил, Бог меня милует и Бог меня переносит. Если Он это делает, то почему я должен поступать по-другому? Важно, чтобы наши отношения не строились на Слове Божьем и на Его любви. Если мы невнимательны к нуждам других, мы никогда не сможем что-то изменить к лучшему. Поэтому написано, Христос не себе угождал. Он не жил ради себя, но Он жил ради других, расточал, раздал себя совершенно. Поэтому Библия призывает нас, чтобы именно так мы жили. Через эти взаимоотношения прославится живой и вечный Бог. И моя молитва сегодня, пусть невидимый Бог, Он будет видимый через нас. Еще раз, пусть невидимый Бог, Он будет видимый через нас. Во имя Иисуса, когда Божья благодать проливается в ваше сердце, я хочу, чтобы это произошло и сегодня. всякий дол да наполнится и всякая гордыня или гора и холм понизится, кривизны, греховные деяния выпрямятся и неровные пути, они сделаются гладкими и узрит всякая плоть спасения Божьи. Да благословит вас Бог, семья Христова, как ваши дела, как ваши взаимоотношения. Я знаю, что в основном они хорошие, но иногда не хватает терпения, иногда не хватает силы что-то перенести, но послушайте, добрый совет Евангелия, я еще раз повторю эти важные моменты. Если вы слабые, то радуйтесь хотя бы тому, что вас несут. А если вы сильные, то у вас нет выбора, как продолжать нести. Он нес, и я должен это делать. Еще не получается исцелить взаимоотношения, может быть, ты слишком занят собой. Библия говорит, не себе угождай, не себе угождай, тебе мало не покажется, но правильно строй свою жизнь. если все вокруг тебя вертится, то закружится быстро голова и разрушения будут неминуемы. И не себе угождай. Принимайте друг друга так, как Христос принял нас. И вы можете сегодня положить, положа руку на сердце сказать, дорогой или дорогая, сколько лет я пытался изменить тебя, я был так занят тобой, была так занята тобой, что на меня, на себя у меня времени даже не хватало. Сегодня прости, дорогой или дорогая, давай будет жить дружно, пусть наши взаимоотношения будут здоровыми, пусть невидимый Бог будет видим в наших жизни и в наших отношениях. Аминь. Аминь.